Итак, всем здрасте, товарищи! С вами снова Константин Калуцкий, и сегодня мы продолжаем наш разговор о самых интересных трансферных слухах, связанных с российским чемпионатом. Правда, сейчас мы поболтаем не совсем о каком-то вот слухе или о какой-то желтушной новости. Здесь все достаточно серьезно, потому что уже представители узбекского пахтакора подтвердили, что одна из главных звезд их команды может перейти в ЦСКА. И что этот трансфер вот-вот должен состояться, единственное, что мешает, это финансовый вопрос. ЦСКА и пахтакор не могут закончить сделку из-за санкций, которые, как известно, наложены и на нашу страну, Россию, и на множество компаний, которые в том числе спонсируют российские футбольные клубы. Поэтому здесь то у Динамо, то у ЦСКА, то у Зенита, того же самого, возникают какие-то проблемы с финансами и с их переводом. Ну, помните, Карцев был официально объявлен уже игроком Динамо, а потом все сорвалось из-за вот этих самых финансовых вопросов, из-за того, что деньги не дошли. Зенит только сейчас начал получать деньги за Малкома. Ну и вот с ЦСКА тоже печальная история. Договорились обо всем с пахтакором. Это, опять же, подтверждают представители узбекского клуба, но не могут здесь закончить финансовую часть сделки. Ну и пока там пытаются решить эту затруднительную ситуацию, мне хотелось бы обсудить, что это за футболист. Это Абазбек Фейзулаев, игрок, про которого сейчас очень много говорят и говорят в основном лесные вещи. И футболист, который может стать настоящей звездой не только для России, но, может быть, и для всего европейского континента. В конце концов, Шамуродов небезызвестный. Как-то раз уже зажег в России настолько круто, что перешел в итальянский чемпионат, где даже в Роме у Жозе Мориньо успел поиграть. Может быть, и Фейзулаева ждет что-то похожее? Давайте это сейчас разберем. Ну а если вас интересует в футболе не только сам спорт, но и его эстетика, а также яркая и запоминающаяся форма, то обратите внимание на новый комплект формы футбольного клуба «Знамя труда» из славного города Орехово-Зуево. Здесь ребята постарались на славу, причем это касается как формы, так и очень яркой презентации. Если вы хотите закупить эту форму, получить ее себе или подарить кому-то, то можете пройти по ссылке в описании и приобрести комплект для себя. Я его могу только рекомендовать. Отлично, ярко, по-футбольному, стильно. Итак, касательно Фейзулаева, первый вопрос, который, конечно, возникает у многих, кто он по позиции. И вот здесь оказывается, что он игрок, с одной стороны, любопытный и многогранный, с другой стороны, его основной зоной является вроде как фланг атаки. И все бы ничего, но именно этой позиции сейчас фактически нет в схеме ЦСКА, в схеме Федотова. А как мы знаем, наставник армейцев не любит менять расстановку, и вот этот модуль 3-4-2-1 является для него таким вот базисным, который практически не обсуждается. Поэтому тут возникает логичный вопрос, сможет ли Фейзулаев, который в основном все-таки является фланговым игроком, подстроиться под ЦСКА. Ну и теоретически это может произойти, потому что Фейзулаев, помимо игры на фланге, может действовать в роли одного из атакующих хавбеков по центральной оси. То есть может стать, ну, такой вот заменой для Хесуса Медины, например, или для Караскаля, который может покинуть ЦСКА. У Фейзулаева были матчи под нападением в зоне инсайда, причем именно что в схеме с тремя центральными, с двумя фланговыми и так далее. Потому что Пахтакор очень часто использует ту же расстановку, что и ЦСКА. Так что здесь Фейзулаев в этой схеме может выйти и на позицию инсайда, а может сыграть даже оттянутого форварда. То есть может быть альтернативой для Чалова. Насколько Фейзулаев справится, например, с позицией латераля, сказать сложно. Потому что, с одной стороны, у него есть опыт игры на фланге обороны. Причем именно что в четверке защитников он играл классического правого-крайнего. Но это всего парочка матчей, поэтому здесь Фейзулаеву придется перестраиваться и перестраиваться серьезно, если Федотов поставит его в роль латераля. Хотя, опять же, учитывая то, как Федотов умеет, так скажем, преображать футболистов, а мы знаем, что у Федотова из-за инудинов стал центральным защитником и Медина перешел на левую бровку, то, возможно, Фейзулаева также ждет появление на позиции латераля, который будет закрывать весь фланг. И в этом контексте, собственно говоря, Узбек может стать заменой не столько для Медины или Караскаля, которые, ну, как видимо, уже заканчивают свой период в ЦСКА. Латиноамериканцы здесь уезжают. Но Фейзулаев может стать еще и заменой для того же самого Бахи Зайнудинова, который сейчас работает на левой бровке в качестве латераля, но, по слухам, может отправиться то ли в Турцию, то ли куда-то еще. Интерес к нему достаточно предметный. Поэтому в этой истории вполне возможно молодой, начинающий, звездный Узбек тут будет заменять казах. В общем, такие вот среднеазиатские рокировки. Неплохо. Так, скажем, атмосферненько получается. Ну и плюс к этому не исключено, что Зайнудинов, учитывая определенный недобор футболистов в центре защиты ЦСКА, попробует перестроиться на позицию одного из трех центрбэков. А, собственно говоря, Фейзулаев займет его позицию слева в качестве латераля. Почему я сказал, что Зайнудинову придется снова перестраиваться? Ну, потому что его любимая позиция левого центрального защитника, наверное, останется за Мойзосом. И Бахе придется перестраиваться, ну, на позицию правого центрального или центрального-центрального. Пока там Дивеев восстановится, Роша и все остальные. В общем, тут, на самом деле, именно умение Федотова перестраивать игроков может стать важным фактором для новичка ЦСКА. Как и универсальность самого новичка. Поэтому здесь вполне возможно, что это взаимовыгодная работа для игрока, который отличается универсальностью, и для команды, которая любит таких футболистов использовать. Касательно игровых навыков, ну, скажем так, основная статистика. Абазбека впечатляет. 41 матч, 10 мячей, три голевые передачи. Неплохо для совсем еще юного футболиста, действующего на фланге атаки. Да, конечно же, тут кто-то скажет, что это в Узбекистане. Это не такой крепкий чемпионат, как российский. Но, ребят, вспомните того же самого Шумуродова. Он в Узбекистане, кстати, он тогда тоже начинал как крайне атакующий хавбек. Он забивал мало и был вообще не особо заметным футболистом. Но в России вот как-то вот прибавил. Возможно, и с Фейзулаевым произойдет то же самое, и он покажет еще лучшую статистику в российском чемпионате. Плюс к этому футболист с скоростной, маневренной, с техникой. Очень хорошо работает на оборону, что, конечно, будет полезно в рамках схемы и системы Федотова. Собственно, Федотов и не берет футболистов, которые не отрабатывают в защите. Так что здесь все смотрится неплохо, перспективно и интересно. И для ЦСКА, который сейчас, ну, с большим трудом проводит трансферы, это будет хоть что-то. Потому что до этого, ну, сплошная печаль. Майо упустили, Медина уехал, другие там непонятные истории. Караскаль то ли уезжает, то ли нет. Ну, нужно хоть какой-то позитив внести. И в данном случае, если все-таки состоится этот трансфер, ну, это будет хоть какое-то, знаете, подспорье для армейцев в первой части сезона. Потому что чемпионат уже стартовал, у ЦСКА очень ограниченный состав. Да, есть много перспективной молодежи российской. Но далеко не все там готовы играть уже на высоком взрослом уровне. А Фейзулаев вот, пожалуйста, уже и в сборную Узбекистана играет, за старшую команду и в Лиге Чемпионов Азиатской рубится с серьезными соперниками. А Азиатская Лига Чемпионов — это, между прочим, то место, где, возможно, когда-нибудь наши команды ведущие окажутся. Зенит, ЦСКА и все остальные. Поэтому тут футболист любопытный и явно будет не лишним. Ну и учитывая то, что сейчас наши клубы так или иначе вынуждены экономить, то, возможно, ЦСКА здесь как раз будет идти на очень хорошую финансовую выгоду по этому трансферному окну. Потому что продали Медину, продадут Караскали, еще какие-нибудь сделки, может, будут оподписываться. Как видимо, в основном футболисты не самые дорогостоящие. Ну и тем более, что тут еще и деньги хрен переведешь куда-нибудь за пределы России. Поэтому в данной истории, в принципе, ЦСКА с финансовой точки зрения ведет неплохую политику, выгодную. Другой вопрос, не аукнется ли это в футбольном смысле. Потому что, да, Фрезулаев тот же самый парень интересный, перспективный, но и ему потребуется время на адаптацию. И учитывая то, что он придет уже по ходу сезона, ну, бог его знает, сколько тому идет недель или месяцев на то, чтобы он стал своим. В общем, по трансферной политике ЦСКА есть вопросы, но вот сама по себе история Фрезулаева на самом деле является еще и ответом на многие из этих вопросов. В частности, на то, почему ЦСКА так тормозит с переходами. Очевидно, что есть трудности с переводом денег, а значит и трудности с завершением сделок. Даже с узбеками нормально нельзя договориться, потому что даже с Узбекистаном там видим какие-то трудности по финансовой части, по переводам. И стоит ли в этой ситуации удивляться, что сделки, ну, до сих пор все вот эти подвисают, которые, по слухам, должны усилить ЦСКА. Печально, но факт. Но, как я уже сказал, если закончат историю хотя бы по Фрезулаеву, ну, будет уже хоть что-то для того, чтобы лучше выступить в этом сезоне.